В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работу незаконного игорного заведения пресекли полицейские в Тольятти. Казино располагалось в одном из зданий на улице Громовой в Комсомольском районе Автограда. В момент визита правоохранителей в заведении находилось около 20 человек, посетителей и персонал злачного заведения. В ходе осмотра помещения было обнаружено и изъято два покерных стола, игральные фишки, документация и деньги более 30 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путем. В настоящее время собран материал проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 Прим-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области продолжается борьба с незаконной торговлей алкоголем. Очередной совместный рейд полиции и активистов общественного движения «Народный контроль» прошел в Сызране, где в одном из киосков, находящихся на мини-рынке, незаконно торговали так называемыми фанфуриками с настойками. Товар на витринах отсутствовал, так как на его продажу у предпринимателя нет лицензии. Спиртное продавали из-под полы. Совместно с администрацией также будут приняты меры, и там будет либо построен цивилизионный рынок, который необходим гражданам, либо этот рынок будет просто-напросто закрыт. Теперь собранные полицейскими материалы будут направлены в суд. Предпринимателя, возможно, привлекут к административной ответственности. Кроме того, собственник киоска может лишиться прав аренды на земельный участок. Обо всех фактах незаконной торговли алкоголем вы можете сообщить по телефону, номер которого вы видите на экране. Несколько человек пострадали, три автомобиля оказались разбитыми в результате аварии, которая произошла в районе Жигулевской ГЭС. На кадрах видеорегистратора видно, как во встречном потоке в Азовскую Калину сзади таранит другая легковушка. От сильного и внезапного удара водитель теряет управление и вылетает на встречную полосу. Более 40 команд приняли участие в чемпионате России по стрельбе из стабильного оружия среди сотрудников ФСКН, который прошел в Самарской области. С подробностями наш корреспондент. Мишени распределены, оружие на готове. Участники чемпионата на огневом рубеже. Теперь главное сконцентрироваться из 25 метров, поразить цель. Маргарита Егорушкина служит в наркоконтроле уже более 15 лет и уже больше 10 участвуют в соревнованиях. По ее словам, хорошая огневая подготовка – одно из важнейших качеств каждого правоохранителя. Основная задача, так наравне с физической подготовкой, с легкой атлетикой, с какими-то еще видами спорта – это основная обязанность сотрудника, а не только наркоконтроля, а всех правоохранительных органов России. Чемпионат России по стрельбе из стабильного оружия среди сотрудников ФСКН проводится ежегодно. В этом году участие в нем принимают более 40 команд, в каждой по 5 человек. Стрелять приходится из нескольких видов оружия – пистолета, автомата и снайперской винтовки. Вся изюминка в том, что каждый выстрел должен быть сделан практически с ювелирной точностью. Мы всегда действуем в преддверии вооруженного или оказания нам вооруженного сопротивления. Поэтому наш сотрудник должен уметь, помимо того, чтобы быстро извлечь оружие, метко поразить цель. Опять же, не убить, а поразить, то есть нанести минимальный урон здоровью человека. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok